Всем привет! Помните наше предыдущее видео? В нем мы рассказывали вам о повседневных вещах, которые многие делают неправильно. И знаете, нам ну очень понравилось копаться в этом. Именно поэтому сегодня мы продолжим делиться с вами маленькими секретами и будем надеяться, что кому-нибудь они обязательно пригодятся. Ну или же мы здорово раздразним ваш аппетит. Так что перед просмотром видео советуем запастись вкусняшками, потому что перед вами 5 продуктов, которые мы привыкли есть неправильно. Поехали! Киви. Мы уверены, что среди вас нет таких, кто не пробовал этот фрукт. Но, как и большинство подобных вкусных фруктов, он покрыт кожурой, которую совсем неудобно чистить. А еще эти колючие волоски – не самое приятное занятие. Можно, конечно, воспользоваться ножом или специальным приспособлением для чистки картошки, но только представьте, сколько вкусной зеленой мякоти будет отправлено в корзину вместе с кожурой. Нет, такого просто нельзя допускать. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться вот таким простым фокусом. Итак, следите за руками. Отрезаем верхнюю и нижнюю часть киви и подцепляем мякоть ложечкой. А теперь медленно проводим ложкой под кожурой по всей поверхности киви, чтобы отделить от мякоти. Получилось? Все, теперь можно запросто снять волосатую кожицу, как бы выдавив киви наружу. Что ж, все готово. Осталось только наслаждаться сочной мякотью и смотреть видео дальше. Арбуз. Любите ли вы арбуз так, как любим его мы? Сочный, сладкий, ароматный и такой вкусный. Правда, у этого летнего лакомства есть один ужасно неприятный побочный эффект. Просто невозможно есть арбуз и при этом не вымазаться в нем до самых ушей. Наверняка многие сейчас скажут, что можно ведь воспользоваться ножом и вилкой, положить ломтик на тарелку и есть его аккуратно, отделяя семечки. Но кого мы обманываем? Ведь всем понятно, что есть арбуз руками намного вкуснее. Итак, если вы согласны с нами, но хотите перестать каждый раз умываться арбузом в процессе его поедания, воспользуйтесь одной хитростью. Возьмите ломтик, обычную четвертинку и отрежьте кожуру по бокам вот таким образом. Но только не убирайте ее целиком. Важно, чтобы внизу остался небольшой кусочек, за которым можно будет держаться. Должно получиться что-то вроде неправильного четырехугольника. Справились? Тогда можно начинать есть. Жаль, что еще не придумали никакой хитрости, чтобы избавить арбуз от косточек. Ну или мы просто о ней пока что не знаем. Манго. Еще один тропический фрукт, который просто ужасно неудобно есть, это манго. Если вы пробовали его хоть раз, то наверняка знаете, как неудобно его чистить. Да, опять проблема в кожуре. И опять совершенно непонятно, что с ней делать. Без паники, мы сейчас все объясним. Чтобы не выковыривать мякоть из кожуры при помощи подручных средств, пальцев, зубов, языка и моральной поддержки всех домашних, пришедших посмотреть на вашу битву с фруктом, можно воспользоваться одним очень простым приемом. Достаточно отрезать от манго часть и взять какой-нибудь прочный бокал. Нет, мы не будем украшать его для будущего коктейля. А просто медленно отделим мякоть от кожуры, используя стеклянную стенку. Таким образом, самая вкусная часть манго окажется внутри, а кожуру можно просто выбросить. Ну или выскрести из нее оставшуюся мякоть с помощью чайной ложечки, ведь остатки это всегда самые вкусные. Кекс с кремом. Признайтесь честно, любите ли вы кексики с кремом? Ну ладно вам, кто же их не любит? Но мы сейчас не будем вдаваться в рассуждение о том, стоит ли называть их маффинами или еще как-нибудь и какой крем вкуснее, ванильный или шоколадный. Мы просто расскажем вам еще один маленький, но полезный секрет. Наверняка вы привыкли съедать сначала вкусненькую верхушку кекса, покрытую кремом, а нижнюю сухую часть оставлять напоследок, а то и вовсе пытаться скормить любимой собаке. Если вам тоже не нравится доедать кекс без крема, то можно в два счета превратить его в сладкий бутерброд. Для этого достаточно заранее разрезать лакомство поперек, а после перевернуть и надеть нижнюю часть на верхнюю. Вуаля, и кремовый сэндвич готов! Мороженое Мы думаем, никто не будет спорить с тем, что мороженое — это очень-очень вкусно. Особенно, если это несколько шариков разных вкусов, да еще и в вафельном рожке. Правда, его бывает ужасно сложно есть, потому что мороженое стремительно тает, нагреваясь от тепла руки и окружающей температуры. В результате мы оказываемся перемазаны сладким лакомством с ног до головы. И неважно, сколько нам лет. Результат будет одинаковым, а избежать этого практически невозможно. Хотя постойте-ка, есть у нас одна идея. Перед тем, как класть мороженое в рожок, попросите положить туда, например, вкусную зефирку. Помимо того, что вам будет в два раза приятнее наслаждаться лакомством, зефир будет препятствовать протеканию мороженого в отверстие внизу рожка. Ну как вам наши хитрости, друзья? Если вы уже пробовали так делать, ставьте лайк. А если вы знаете лучше нас, как правильно есть какие-нибудь другие продукты, пишите об этом в комментариях. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.